ПЕСНЯ 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 Ваше Святейшество, Святейший Владыка, Богомудрый предстоятель Русской Православной Церкви и Милостивый Наш Отец. Сегодня Зауральская земля переживает особо волнующее событие, встречая здесь, в этом скромном, некогда кладбищенском храме, Ваше Святейшество. Зауральская земля всегда воспринималась, как земля сибирская. И она сохранилась в воспоминаниях многих людей, как место изгнания. Самостоятельной областью эта часть нашего Отечества стала в грозные годы Великой Отечественной войны, когда здесь ковался оборонный щит нашего Отечества. Но эта земля дала Церкви и Отечеству много талантливых людей, которые отдали свои силы для прославления нашего Отечества. Среди этих людей имя преснопамятного архимандрита Антонина Капустина, двухсотлетия со дня рождения которого отечаем мы в эти дни. Один из самых подающихся начальников русской миссии, по слову архимандрита Гиприана Керна, он сделал так, что нога русского человека твердо стала возле гроба Господня. И это, несомненно, его величайшая заслуга. В эти дни мы молитвенно отмечаем его память. И в эти дни Ваше Святейшество посетило и Батурина, где родился архимандрит Антонин Капустин, и столицу Зауралья, богохранимый Сейград-Курган. Ваше Святейшество, одной из главных святынь Зауральской земли является чудотворный казанский Чемеевский образ Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, прославившейся в начале XVIII века, явившей свою чудотворную силу в годы безбожных гонений, когда храм был закрыт, но икону не смогли снять с места. И она в закрытом храме оставалась хранительницей нашей земли и всего Зауралья. Сегодня этот святой образ сияет чудесами на все Зауралье и всю Сибирь. Множество людей приходят для поклонения этой чудотворной иконе, и мы просим Ваше Святейшество принять список этой святой иконы Матери Божией с пожеланием, чтобы Царица Небесная всегда была хранительницей Вашей на всех путях Вашей жизни. Смиренно просим Ваше Святейшество, Вашего благословения и Ваших первосвятительских молитв о всех, кто живет, трудится и совершает свое служение церковное на этой Зауральской земле. Исполайте, Господь! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! В сегодняшнем евангельском чтении во время литургии мы слышали небольшой отрывок, в котором повествуется об исцелении двух слепых людей, живших в Иериконе. Можно себе представить, с какой надеждой, с какой внутренней силой обратились они к Спасителю, зная о Его чудодейственных возможностях. Они всю жизнь были слепыми, они никогда не видели Божьего Света. Вокруг них шумел мир, шептал мир, сотрясался звуками. Они даже образов не могли представить видимых всего того, что вокруг них происходило. Они не представляли, что такое небо, что такое земля, что такое растение, что такое люди, что такое здание. Они жили полностью в изолированном своем мире, и только звуки этого внешнего, неведомого для них мира достигали. И, конечно, возбуждали чувство огромной скорби. И вот, прослышав о том, что в их город приходит великий чудотворец, проповедник, Иисус из Назарета, они бросились к Нему как в последней надежде. И, как повествует евангелист, Господь жалился над ними и даже ничего у них не попросил. Иногда Он спрашивал у тех, кого желал исцелить, веришь ли ты? И в ответ на веру людей Он исцелял. Здесь ничего подобного не было. Он только жалился и исцелил. Вот это повествование учит нас тому, что Бог иногда простирает свою милость на людей, которые молиться не умеют и ни о чем не просят, и даже не отдают себе до конца отчета, верят они в Бога или не верят. В каких-то жизненных обстоятельствах вроде как верят, а в иных обстоятельствах и не верят, и вообще о Боге забывают. И мимо храма проходит, даже не задумываясь о том, что ведь следовало бы зайти когда-нибудь в храм и просто в тишине постоять и подумать о своем, и к Богу обратиться. И ведь как много у нас таких людей. И вот возникает вопрос, а они что, все вне милости Божьей? Да совсем нет. Господь исцелил слепорожденных без всякой молитвы с их стороны, по своей величайшей любви людям. Вот так очень часто Господь исцеляет души, просвещает разум и дает видимые знаки своего присутствия на жизненном пути тех, кто вроде как бы до конца и не верит в то, что он существует. Образ исцеления слепых свидетельствует не только о трагедии потере физического зрения и радости его обретения. Это свидетельствует еще и о том, что Господь может исцелить людей не только от физической слепоты, от слепоты духовной. А что такое духовная слепота? Это неспособность людей прозревать суть того, что вокруг них. Это неспособность видеть добро и зло, отличать правду от лжи. Духовно слепой человек это как судно в океане без всякой навигации. Оно движется, если это парусное по воле ветра, ну а если не парусное по воле капитана, ну если у капитана нету непонятия того, где находится судно, куда нужно идти, где лифы, а где тихая вода, где мель, а где достаточная глубина, то наверняка такое судно разобьется. Вот так и в жизни нашей. Если у человека нету духовного зрения, он очень рискует собой. Он может избрать неправильный образ жизни, неправильный жизненный путь. Он может соединить свою судьбу с человеком, в котором он не увидел, не отличил зло от добра или добру